Намаскарам, меня зовут Джухи Чавламехта. В наши дни все дети целый день просто приклеены к своим смартфонам и планшетам. Как это повлияет на них? Во-первых, с точки зрения облучения. Во-вторых, с точки зрения давления, которое оказывают социальные сети. Намаскарам, Джухи. Технологии могут невероятным образом усилить наши возможности. Многое стало проще, и качество нашей жизни сильно возросло благодаря тому, что технологии облегчают так много процессов в нашей жизни. На самом деле, вы жалуетесь не на технологии, а на компульсивность людей. Если они начинают есть, то не знают, когда остановиться. Если начинают пить, то не знают, когда остановиться. Потому что, что бы они ни начали, у них возникает компульсивная зависимость от этого. Для нынешнего поколения интерес представляют гаджеты. Не стоит обвинять технологии. Прежде необходимо разобраться с компульсивной природой человека. Проблему человеческой компульсивности можно разрешить только с помощью осознанности, более осознанного существования. Существует множество инструментов, позволяющих достичь осознанности. Мы не распространяли информацию о них в нашем обществе, а это должно стать частью нашего существования. Начиная с самого раннего возраста, дети должны учиться жить осознанно. Если они будут осознанными, они будут знать, когда и что использовать, и как долго. Это будет их личный выбор. Что касается излучения, я хочу, чтобы вы поняли, это все равно, что раньше мы думали, что курение влияет только на самих курильщиков. Но потом мы поняли, что на пассивных курильщиков оно может влиять даже больше, чем на тех, кто курит сам. Таким же образом, кто-то вокруг вас использует технологии. В вашем доме есть Wi-Fi, люди вокруг используют смартфоны, поэтому вы не можете избежать излучения. Да, это имеет некоторые последствия, но в то же время, учитывая тот объем жизненных процессов, который облегчает технологии, мы готовы в какой-то степени пойти на уступки. Но то, в какой степени лично вы хотите использовать технологии, должно быть вашим личным выбором. Переходя к социальным сетям, то управляться с ними гораздо проще, чем с обществом и людьми вокруг вас. Когда вокруг вас были настоящие живые люди, ваши друзья, семья, теща, муж, если они занимают вас, вы не можете их просто отключить. В социальных сетях, если вам это не нравится, вы можете отключить телефон. Так что я думаю, что этот способ взаимодействия дает вам гораздо больше свободы, потому что если вы заводили друзей этим стеремодным способом, вы оказывались опутанными во многих смыслах. А сейчас вы заводите друзей, просто отправляя сообщения. Если вы больше не хотите с ними общаться, вы можете просто выключить свой телефон, и готово. Все это замечательные удобства, которые пришли в нашу жизнь. Но многие люди, даже это превращает в проблему и болезнь в своих жизнях. Возможно, вы слышали, несколько месяцев назад в штате Андропрадеш, телеведущая, молодая женщина в возрасте 34 лет, покончила с собой, спрыгнув с балкона пятого этажа. Она оставила записку. «В моей смерти прошу никого не винить, но мой мозг — это мой враг». Поэтому даже самые замечательные вещи, данные нам, могут стать нашими врагами, если вы не научитесь использовать их ответственно. Это касается всего, не только гаджетов, но и вашей машины, еды, всего, чем вы пользуетесь в своей жизни, включая ваш мозг. Если вы не понимаете, как это использовать, если это становится компульсивным процессом, тогда это может забрать вашу жизнь.